Мы уже с нетерпением ждем на этой сцене пиар-директора Фиберли, Екатерину Беспятой. Добрый день, дорогие друзья! Я очень рада приветствовать вас всех на конференции «Люди, которые вдохновляют». Вы знаете, я когда слышу даже эти слова, мне кажется, у меня уже просто мурашки по всему телу, потому что мы так много говорим о бизнесе, о делах, о перенимательстве. И мне кажется так здорово, что мы обратили внимание в этом году на людей и сделали это чем-то центральным. И вы знаете, мой блок выступления, он, как это часто бывает, и я думаю, вы это видите, он про социальные проекты. Но сейчас за кулисами мы стоим, я говорю, но, наверное, не зря меня добавили выступать после Юли, после Розы. Поэтому я тоже хочу поделиться своей маленькой, короткой историей о том, что в прошлом году на форуме в кинотеатре «Октябрь» я была плюс 15 килограмм. И вы знаете, я поняла, что вот, кстати, женщины и мужчины, которые хоть раз пытались похудеть, поднимите руку. А теперь честно, поднимите руки. Прекрасно. Вот теперь представьте, как сложно похудеть на 15 килограмм. И здесь мне как раз хочется сказать, что так же я пью коктейли, и мне кажется, если заглянуть в мою обычную жизнь, они у меня везде. В офисе у меня две полки с ними, дома есть. И везде, где бы я ездила и путешествовала, я с собой всегда беру и понимаю, что как только хочется вредного, как только устаешь, я понимаю, что буквально стакан на шейкера, и мне уже становится легче. И, конечно, они сыграли тоже очень серьезную роль в процессе похудения и вообще в становлении, как я это называю, более красивой. Поэтому здесь тоже очень хочется поблагодарить наших коллег за разработку такой линии. Она прекрасна, я ее обожаю, поэтому очень здорово, я рада, что я выступаю после наших коллег. Ну, теперь перейдем к соцпроектам. Социальные проекты. Мне очень хочется рассказать и поделиться той информацией, которая происходила за год с прошлого форума. Потому что много что сделано. И есть те вещи, которые кажутся очень маленькими, очень небольшими шагами. Но когда мы это делаем вместе, то результаты гораздо-гораздо большие. И первый социальный проект – это «Эко-страна». В прошлом году на форуме также я говорила о том, что мы запускаем небольшую акцию, как нам тогда казалось, потому что мы выдавали наклейки. Скажите, получал ли кто-то наклейку, диплом? Помашите. Прекрасно. Это все те люди, которые научились точно уже различать виды пластика. Иногда, наверное, ругаются, когда перемывают эти флаконы и бутылки. И за год, здесь у нас такая статистика, по 22-му года, 23-й еще был нарастил. Да, это 2845 килограмм. И для того, чтобы понять, насколько это много, это, мне кажется, знаете, целые КАМАЗы, целый фур, потому что может казаться, что эта цифра не такая большая. Но каждый из вас, вспомните, когда вы держали наш любой бутылок от крема, от средства для мысля посуды. Он очень легкий, помните? И чтобы собрать такое количество, почти по 3000 килограмм, это действительно очень-очень много. И мы безумно рады, что вы включаетесь в этот процесс. Мы хотим видеть вас еще больше и больше. Мы регулярно обсуждаем стрельни и говорим, что у нас есть еще больше пунктов выдачи, которые могут включаться. Поэтому мы здесь всегда очень рады приветствовать того, чтобы мы эту тему больше и больше развивали, участвовали в ней. И, конечно, на следующий год мы хотели бы еще придумать какие-то разные поддерживающие вещи, которые тоже были бы полезны. И здесь, наверное, тоже хочется вашу включенность. Пожалуйста, рассказывайте, что вы видите, в чем здесь сложности, в чем, наоборот, вы видите большую силу, чтобы мы вместе создали новые вещи, которые будут помогать. Потому что, если представить, это, знаете, в районе какого-то небольшого городочка, то мы его, можно сказать, вообще весь, да, очистили от пластика, сдали его на переработку. И это уже большая победа. И здесь может казаться, что это какой-то небольшой шаг. Но я уверена, что только из таких маленьких шагов может создаться большой путь, который идет в большую-большую помощь. Следующий у нас же социальный проект, он уже, знаете как, еще не про товары и еще не про людей, но он уже про собачек, кошечек. И это проект «Друг из приютов». В нашем проекте сейчас участвует 187 городов, 195 приютов и такая самая позитивная цифра. У нас есть прекрасная Татьяна Безина, которая выходила уже на эту сцену. Она, кстати, тоже с собачкой, которая приютила. И она участвует и курирует и проект, в том числе и чат, в котором уже сейчас 1200 человек. То есть для представления, да, это, ну, как половина зала. И в этом чате просто настолько активно вы все друг с другом делитесь, кто в нем участвует, да. Когда кто-то забирает собачек, пристроивает кошечек, что-то происходит, закупаются медикаменты. И идет очень большая помощь, потому что мы понимаем, что в многих приютах, если мы не поможем, то никто не поможет. Поэтому здесь такая очень большая радость, участие в нем. И здесь тоже мы, как раз буквально, наверное, перед выступлением за полчаса, я поняла, что не сделали одну очень важную вещь. Но я вам обещаю, что мы ее сделаем. Мы очень хотим собрать информацию за все время проекта. А сколько же у нас вообще пристроенных животных, которых вы взяли, возможно, ваши знакомые взяли, возможно, лидеры, консультанты в сети, именно узнав из проекта. Потому что я очень близко общаюсь с теми людьми и сотрудниками, которые есть у нас в компании. И все, кто начинают подключаться в соцпроекты, они уже тоже начинают этим заниматься и часто пристраивают и забирают себе. И я уверена, что у нас при таком большом объеме количества людей, наверняка, тоже таких людей много. И третий проект, мы его называем, в принципе, как поддержка женщин. И, наверное, сейчас буду рассказывать, там уже не только женщины, там больше про людей. Сейчас мы создаем проект, он называется «Фоберлик для родителей». Пока нам нравится вот такое название, но если будут тоже какие-то идеи более интересные, сообщайте нам. Это, скорее всего, будет на платформе Ютуба. Плюс, я думаю, мы будем копировать еще куда-то, где мы хотим сделать от момента подготовки и вообще заджунки о беременности, сделать экспертные публикации, посты в формате видео, в формате коротких роликов. Потому что мы сейчас смотрим и наблюдаем за трендами, что все чаще люди любят переслать короткие ролики. Вот скажите, было у вас такое, что вы видели короткие рилс-шорты, кому-то переслали? Можно громко? Да, вот мне нравится поддержка. Спасибо. Потому что, действительно, чаще и чаще я замечаю по себе, что не только мои подруги, или мои друзья, или мои близкие мне такие скидывают. Но часто мне уже мама такая переслает, Катя, послушай, этот психолог говорит дело. Такая, хорошо. И переслает такие короткие видео. Этот проект мы сейчас создаем, набираем спикеров, экспертов, ищем. И, думаю, тоже, наверное, если не в конце этого года, то в следующем точно запустим, но целимся еще скорее. Из таких достижений, которые, наверное, больше про сотрудников, но и в целом, я думаю, про компанию, что в этом году мы выиграли премию «Лучший работодатель для мамы». И, наверное, если родители сейчас оплатили уже, хотя, я думаю, скорее всего, у нас таких почти 90%, а то и 99%. В компании у нас есть тот же HR-отдел, который устраивает такие, знаете, дни детей. Константин Промашон давно эту идею вынашивал, в этом году ее реализовали коллеги. И, вы знаете, мы, когда про это говорили, думали, ой, так будет интересно, в офисе дети, так здорово. И вот в какой-то из дней я приезжаю в офис и не могу просто бояться, куда я попала. Потому что около 40-50 детей, ну так вот, сносящие все, бегают, курировали. И мы их тоже провели на производство, сделали для них какие-то мастер-классы. И это такая, знаете, тоже, в том числе открытость для детей, очень полезная. И сама скажу по своему опыту, когда у моего ребенка старшего каникулы. Вот, думаю, интересно, будет ли такое, когда я буду всех троих привозить, но уже один раз пробовала эксперимент. Очень классно, когда дети видят то, чем занимается мама или папа, потому что у них сразу складывается образ. А что такое работа? Потому что я тоже сейчас вспомнила свою личную историю. Первый раз я так привезла своего старшего ребенка на форум, который вот был не в октябре, а до этого еще. И у него сложилось впечатление, что у мамы работа праздник. Он говорит, ой, а ты каждый день на такие концерты ездишь. Я говорю, нет, нет, не каждый такой бывает раз в год, и ты говоришь, не всегда. Но важно тоже формировать и рассказывать. И это те проекты, которые у нас сейчас есть. Есть огромное количество фондов, которым мы помогаем. Участвуем в разных акциях благотворительных, разных проектах. И здесь мне хочется вас, ну не то что направить, попросить, наверное, больше призвать, найти для себя, что вам больше всего откликается. Не нужно хватать все, да, иногда. Если так получается, то здорово. Но даже небольшое участие в любом из проектов, это уже очень и очень важно. И, конечно, мне хочется сказать о тех людях, которые вдохновляют лично меня. И первый человек, это Алла Айникова, которая сегодня уже была на сцене. И лично по моему мнению я абсолютно убеждена, что если бы не она, то вряд ли, например, проект только с приюта в принципе существовал. Потому что для короткой справки расскажу. Я вот, например, знала, что Алла есть три собаки и три кошки, которых она приютила. Но буквально вот минут 20 назад я узнала, что у нее три собаки и четыре кошки. И это, мне кажется, очень заслуживает. А вот этот человек, который, она может по работе что-то спрашивать, уточнять, мы переписываемся, часто видимся, общаемся. А потом может быть такой, Кать, тут такой котенок, надо по всему офису расклеить объявление. Я пока в себе его взяла, но надо ему дом найти. То есть этот человек все равно, при всей своей колоссальной загрузке, постоянно думает, как еще помочь. И чаще всего какие-то инициативы, они тоже идут от нее. И второй человек, это еще, наверное, более известный всем нам, это Ирена Лукеянова. Потому что тот старт, который она дала этому проекту, то, как она держит этот проект в своих руках, я уверена, что без нее было и происходило. У Ирены, кто знает, сколько у Ирены? Дядь. Тишина. Одна собачка и одна кошка. И представьте, даже просто эти две прекрасные девушки, женщины, какой объем, да, на двух человек. У нас в части таких 1200. Вот мне интересно, как раз будет собрать, а сколько же всего. Поэтому это те люди, которые очень сильно меня вдохновляют. Я считаю, что когда каждый из нас найдет какой-то проект, акцию, какое-то дело, которое действительно искренне будет отзываться в сердце, то тоже будет такое стремление его очень-очень сильно поддерживать. Поэтому, пожалуйста, находите, слушайте свое сердце, присоединяйтесь к нам. Мы будем безумно этому рады. Ну а вам сегодня еще прекрасной конференции. Ждем дальше новых спикеров. Спасибо. Спасибо.